В эфире Первого Балтийского канала информационный блок Доброе утро Таллин. Столичные власти готовятся преобразить сразу два района города до неузнаваемости. Более 12 гектаров в ближайшие годы будут застроены бизнес площадями и квартирами. Подробнее об этом расскажет наш сегодняшний гость, вице-мэр Таллина Андрей Новиков. Доброе утро. Доброе утро. Андрей, ну первая часть, скажем, это центр города, от А-терминала до Горхола. Как там преобразится территория? Там совершенно преобразится территория. Сегодня там находится большая парковка для автомобилей или просто пустырь. В принципе, к морю не пробраться. Все находится в первозданном состоянии. А в дальнейшем там, конечно же, будет строение, которое по высоте будут не превышать высоту Горхола. Она находится в том районе и является самой высокой точкой для всего района. То есть до пяти этажей приблизительно эти здания там появятся. Сохранится ли выход к морю? Да, конечно же. Наша первоначальная задача – это чтобы в Таллине, в общем-то, город открывался море. То есть чтобы мы перестали быть городом на берегу моря, а стали действительно морским городом. А это значит, конечно же, возможность для людей, так скажем, дойти или потрогать морскую воду. То есть везде по берегу моря, где мы какие-либо новые строения или где мы делаем детальные планировки, то, конечно же, мы предусматриваем как променад, так и всевозможные средства или проекты, которые позволят людям не только пройти, дойти до моря, но и там оставаться. То есть там либо кафе, либо какие-то детские игровые площадки, либо где-то, например, в будущем даже бассейны, которые бы находились, так скажем, в море. Это будут только бизнес-площади? Нет, там будет и бизнес-площади, и некоторая часть жилищного строительства. Но в основном, конечно же, мы видим, что в этом районе будет будущий центр. То есть центр планомерно сдвигается с каждым годом все больше и больше к морю. Тут уже будет к тому времени, как здесь начнется стройка, я думаю, адмилатеский бассейн будет уже застроен. То есть совместно с Роттерманом они будут составлять такое начало центра. Но, конечно же, в будущем наше направление, что центр сместится все больше и больше к морю, и это именно будет будущим центром города. Но есть и второй проект. Он не возле моря. Это на перекрестке Паудиски-Манте и Мустамяэте. Что там? Там будет новый городок по типу Юлемиста-Сити? Да, мы видим, что, в принципе, характер производства в Эстонии меняется. Если раньше это было машиностроение, например, как на примере двигателя или того же тракторного завода, о котором сейчас как раз речь идет, то сегодняшние нужды и сегодняшний бизнес в Эстонии в основном выглядит так, что ту же часть ВВП, скажем так, производят уже в кабинете. И в основном для этого, конечно же, требуются совершенно другие здания, совершенно другое наполнение. По сути, мы говорим о офисных площадях. Здесь также будет территория застроена в основном офисными площадями. Где-то может быть также предусмотрено и строительство жилой недвижимости. Но в основном, конечно же, весь пояс Мустамяэте. То есть одна часть, вот там, где, например, та часть, которая к Марии относится, там у нас жилые строения. С другой же стороны у нас в основном производственные или, скажем так, на сегодняшнем языке уже офисные площади. И мы видим, что вот этот перекресток Палдиски-Манты, он и вообще пояс вокруг этого перекрестка, он становится таким новым центром притяжения, тем местом, где в будущем будут сосредоточены все больше и больше рабочих мест. Сегодня там появилось главное здание Телии, которое является своеобразным маяком, но вокруг него порядка 6 гектар. Большого тракторного завода будет в будущем тоже преображено. И там появится строение бизнес-назначения совершенно разной этажности до 14 этажей, но в основном, конечно же, ниже. И оно будет планомерно застраиваться вначале до Экскалбома, а потом у Талекс, который владеет этой территорией, конечно же, и дальнейшие планы. То есть следующим этапом, я думаю, будет уже застройка и территория от Экскалбома до Мария. О каких сроках мы говорим, если мы говорим про центр города? Мы сейчас говорим о начале детальной планировки. То есть мы сделали предложение горсобранию, оно ее должно утвердить. Затем порядка 3-4-5 лет будет идти сам процесс планировки. У обоих проектов? У обоих проектов. А после него уже реализация. И тут зависит от инвесторов, от владельцев, потому что все эти территории – это частная территория. Спасибо большое. Информационный блок «Доброе утро Таллин» подошел к концу. У нас в гостях был вице-мэр Таллина Андрей Новиков.